Всем доброе утро! У нас время доходит 9.26 сейчас. Ходила в магазин. Света сегодня у меня едет в Соликамск. И она попросила ей лимонад или что-нибудь такое в дорогу взять. И вот взяла я с собой лимонад, да пару булочек я взяла таких, чтобы в дороге было что-нибудь там покушать. Денежек плюс еще дам. Вот поедут они сегодня с Соликамск вместе со своей учительницей и с одноклассницей, по-моему. Она у нас волонтер, поэтому пусть едет. Вот такие вот дорогие друзья дела. Пишите, как ваше утро начинается. У меня вот похода с магазин началось мое утро. Ну, конечно же нет. Сначала плечку застапливаешь, потом уже пошла в магазин, когда Света попросила. Ладно, всем хорошего утра, всем хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Будет все тогда хорошо. Всем добрый день. У нас новый день, новый влог. У нас сегодня воскресенье. На улице минус 20 градусов мороза. Холодно. Я пошла сейчас в магазин. Мы хотим этим вафельницу испытать. Нам надо молоко. Вчера я ничего не снимала, потому что вчера у меня не очень себя чувствовала, поэтому не снимала я ничего. А сегодня будем испытывать вафельницу. Сейчас идем за вафлями. И, кстати, если кто подписан на канал Влог Рукодильниц, пройдите туда. Скоро там выйдет видео, как мы делали тигренка. Если интересно, то пройдите. Ссылочка в описании. Так, дорогие друзья, сходила в магазин. Сейчас будем вафли стряпать. Взяла сгущенку, чтобы с вафлями. Хочу суп сварить. Извините. С двумя видами колбасок. Одни вот такие вот сосиски взяла. И у меня в морозилке есть еще тоже сосиски другие. Дальше потом хлеб взяла. Три булки белого. И молока три литра. Вот все, по сути, мои покупочки. И три литра молока. Мне Оля скинула рецепт вот на эту вафельницу, как она делает тесто. И поэтому сейчас будем с вами делать тесто. И будем варить суп. Сейчас сначала все приготовлю, а потом будем уже делать. Если интересно, оставайтесь. Так, дорогие друзья, нарезала уже картошку, сосиски, морковку натерла. Лук уже нарезала тоже. Вот стоит. И записала рецепт. Сейчас будем делать вафли. Если интересно, то оставайтесь. Будем готовить. Так, обжариваю лук. Но перед этим обжарила вот такие вот сосиски. Это для гриля. И вот сейчас нарезала их. И к луку отправляю. Пусть тоже обжариваются дальше. Так, сосиски немножко обжарили. Добавляем теперь такие сосиски. И тоже все обжариваем. Сейчас остатки выложу из тарелочки. А то прилипли к тарелке. И все перемешиваем. И обжариваем дальше. До зажаристой корочки. Так, дорогие мои друзья. Ну что, будем пробовать делать венские вафли. И посмотрим, что у меня получится. Я записала себе на бумажку рецептик. И сейчас будем по рецепту все делать. В первую очередь, что нам надо. Нам надо добавить сюда 4 яйца. Сразу говорю, я первый раз делаю. Поэтому не знаю. Если что-то не так, подсказывайте. Дальше масло растопило уже пачку. Сюда же добавим сахар. 2 ложки, наверное, хватит. И немножко соли. Ну, пол ложечки. Дальше все это взобьем блендером. Сейчас также сюда добавим молочка. И добавим немножко еще ванильного сахара. Так, сейчас я это уберу. Чтоб оно не упало, не дай бог. У меня тут тарелочка специально стоит. Немного добавим ванильного еще сахара. Так вкуснее будет. Всю пачку не буду ложить. И добавим разрыхлитель. У меня тут его немного. Поэтому остатки высыплю. И добавлю еще потом в конце немножко соды. А разрыхлитель опять купить. Все, взбалтываем, взмешиваем. Сейчас добавим немножечко, буквально капелюшку соды. Ну, вот так вот, на кончике ложечки. Надеюсь, у меня все получится. И будем потихоньку, постепенно с вами добавлять муку. Так, как-то вы мне так знаете. А я еще прям так добавлю муку. Частично. Так вот добавлю. И помешаю. Посмотрим, что у нас получится. Еще добавляем муку. Еще, наверное, чуть-чуть добавлю. Я не знаю, хватит, нет. Но вот сейчас посмотрю в интернете, на всякий случай. Все, ребят, больше не буду подмешивать муку, потому что консистенция уже такая хорошенькая. Сейчас попробуем с вами выпекать. Посмотрим, что у нас получится. И по ходу там уже будем смотреть, надо будет или нет добавлять тесто. Все, разогреваем духовку, вафельницы и пекем. Так, дорогие мои друзья, тут у меня стоит тарелка для того, чтобы ложку, поварешку туда потом выжать. Короче говоря, включила вафельницу. Сейчас будем пробовать заливать. Я не знаю, поскольку наливать. Поэтому вы, если что там подсказываете. Ну вот так вот нальем и закрываем. И ждем. Я надеюсь, что у меня все получилось. А так, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что получится у нас. Так, ну что, смотрите, ребята, что у меня получилось. Вот такие вот вафельки. Сейчас попробуем еще раз. Посмотрим. Честно, непривычно вот это вот. Как-то не... Ну, то немножко, мне кажется, тесто я, кажется, неправильно сделала. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, и закрываем. Все, ждем теперь, когда оно... Ну вот они получились, вафельки. По сути, нормальная вафелька. Вы потом напишите, как... Правильно, нет, я тесто сделала. Ну-ка, попробовать немножко. Очень, ребята, вкусно, но сахара мало. Мало сахара. Ну, а у меня дети будут есть со сгущенкой, поэтому нормально. Смотрите, ребята, что получается. Ну, вот такие вот вафельки. Так, зажарка уже почти готова. Суп тут картошку уже закинула. Сейчас, чуть попозже, как закипит, закину уже вот сосиски наши. И будем варить супик. Я продолжаю жарить вафельки. Вот такие вот дела. Сегодня Егорушка у меня из подпола достал компот смородиновый. Из красной смородины. Вот, сколько уже нажарила. Напекла, нажарила, не знаю, как сказать. И компоты смородины, видите, очень сильно сладкие. Ну, вы же видели, что я ложила очень много сахара. Вы мне писали, что не надо, Настя, что... Ну-ка, тихо! Столько сахара ложи, ты что, сдурела? Ну, зато сейчас взяли, кипяченую водичку развели. Очень вкусно получается. Вот такие вот дела. Все, дальше готовлю, чтобы крючок сюда упал. Не люблю, когда вот так одевают. Делаю, вот я туда их вешаю. У нас крючков не хватает вот сюда, вот на крючки еще. Ну, вот такие вот, на рейлинг. Вот такие вот крючочки надо купить где-то. Если кто знает, где можно купить, напишите обязательно. Так, все, продолжаю дальше жарить. Суп уже почти готов, сейчас покажу. Здесь у меня обжаривают сосиски, тут варится картошка. Еще вермишельку добавлю. С вермишелькой будет вообще вкусно, сусик. Так, я уже дожарила последнюю партию вафелек. Короче, деткам уже положила вот так вот. Сейчас Машенька раздаст им, пусть кушают. С компотиком пьют. Ну, а я буду дожаривать тут еще вот. Сейчас остатки теста соберу еще на одну вафельку, хватит. И всем кто кушает, всем приятного аппетита. Дорогие друзья, вафли уже пожарила. Детки довольны, деткам вкусно. Да, Оксана? Да. Только успевает за сгущенкой приходить, пробовать сгущенку. Держи. Сгущенку взяла в этот раз вообще плохая. Не было той, которую до этого брала вафельки. Тоже себе положила. Сейчас поем тоже вафельку. Попробую. Но сегодня я немного теста наводила. Завтра уже побольше теста наведу. Пусть кушают на здоровье. Вот такие вот дела. Суп у меня уже почти готов. Так что скоро покажу, какой суп сварила. Так, ребят, сварила суп с колбасками. Вот видите, тут два вида колбасок. Где получше видно, не знаю. Короче, игра. И сделала к нему домашний майонез. Густущий, аж. Блендер достать не могу. Но сейчас буду доставать. Такой получился густой майонез. Прям вообще. Он у меня раз на раз получается. Иногда как вода жидкий. Почему? Не знаю. А иногда прям вообще классный майонез. Сейчас будем очищать майонез. И, Бурушка, ты майонез ждешь? Я жду пока суп сварил. Остынет? Да. У нас сегодня баня. Воскресенье баня. У нас сегодня баня, в воскресенье баня. Нормально? Что ты их пристал? Я не прав. В смысле? Ты говоришь, что сегодня баня, да? Ну, воскресенье баня. Вот пристал ко мне, как банный лис. Вот скажите ведь. Все. Вот такой густой майонез получился. Прям вообще густущий, густущий. Сейчас будет все кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok